Аллилуйя! Твоя милость к нам, Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, Аллилуйя! О, Господь, как Ты благ, и никто не благ, как Ты, Бог наш, Ты единый благой, Аллилуйя! Как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, Аллилуйя! И если сгущается тьма надо мной, и в страхе сжимается сердце моё, К Тебе одному, Господь, я взываю, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, Бог, Господь, как велика Твоя милость к нам, Бог, Господь, как велика Твоя милость к нам, Аллилуйя! Вся моя жизнь, Господь, пред Тобою, Твоими путями я буду ходить, На слово Твое, Господь, уповаю, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе. О, Господь, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как велика Твоя милость к нам, О, Господь, как велика Твоя милость к нам, Аллилуйя! Слава, слава, слава Тебе, Господь, слава, слава, слава! Благодарю Тебя, благодарю за милость и любовь Твою, благодарю, благодарю! Аллилуйя! Добрый вечер, друзья, добрый святой вечер, братья и сестры! Всех приветствую, благоставляю! Во имя Господа Иисуса Христа, благодарю Бога за Его великую любовь, ибо так Бог, Творец наш, наш Родитель, наш Отец, возлюбил нас, возлюбил весь этот мир наш, все свое творение Творец, возлюбя, отдал самого Себя за нас. Сына Своего Единородного, Иисуса Христа Господа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Бога Святого за Его великую любовь, человеческому и ангельскому творению, непонятную до конца любовь, действительно просто сумасшедшую любовь, выше нашего понимания любовь. Творец творение возлюбил. Он творил нас любовью, и Он не оставит, не покинет, никогда, никогда, ни за что, ни за что. Спасибо, Господь, Ты наш Родитель, Ты наш Отец, Ты наш Творец. Яхве, Ты наш Творец, Ты наш Отец, Мы ждем великой, могучей славы Твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец, Ты все Держители, Творец чудес, О, Яхве. Аллилуйя. Да, Он такой, Он Творец, Он наш Отец, Он Создатель наш, и мы ждем, действительно, ожидаем еще большей могучей славы Его в этом мире, проявленной, да, в Своем творении Он проявляется. О, в каждом поколении, да, Он проявляет свою силу могущества, но нынче, да, еще более и более, чем в прошлых веках, в прошлых столетиях. Господь проявляет свою силу, Своему могущество, Свою великую безграничную любовь. Слава, слава Тебе, Господь Всесильный, слава Тебе, Всевышний Бог наш, слава, слава, слава. Благодарю Тебя, Господь, благодарю, и вместе с братьями, с сестрами, со всеми святыми и верными чадами Твоими, сегодняшним вечером прославляю Тебя. О, спасибо. Спасибо Тебе, Господь Святой, спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя, благодарю, благой Бог наш. И никто не благ, как Ты, Бог наш. Да, спасибо Тебе, спасибо. Дети Божьи, сыновья, Творца миров, дочери, всесильного, великого Бога. Действительно, в сравнении с Ним мы злые. Земные родители, да. Если Вы, земные отцы, можете даяние благие давать детям Вашим, будучи злые, да. Тем более, Отец Небесный благой даст благо просящих у Него. Даст Духа Святаго. И действительно, Он так и дал, и дает Духа Святаго, своего блага, просящим у Него. Удивительно, слава, слава Богу Святому. По сравнению с Ним, самым наидобрейшим Богом, удивительным, святым. Самый наидобрейший добряк, земной отец, земная мать, земные родители, мама, папы, по сравнению с Ним, злый. Потому что Он сама доброта, Он сама любовь. Действительно, это так. И я благодарю Бога за то, что однажды заглянул Ему в глаза. Однажды, и это навсегда любовь. Это навсегда. Хотя прошло уже много лет, но я до сих пор благодарен Богу за то, что это было так в моей жизни, в моей судьбе. И с превеликим удовольствием последние эти годы, прежние годы не знал, как этим делиться вообще даже. Не допонимал многое вещи, честно говоря. Но последние годы все больше и больше понимаю, и все более и более, с большим и большим, при великим удовольствии делюсь этим. Что Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Он есть Бог, есть любовь. И нет в Нем никакой нелюбви. Все, что о Нем говорят темное, все, что о Нем говорят нелюбовное, это все человеки говорят. Это все человеческие взгляды. Это все человеческие, действительно, испорченные телефоны. Это человеческие представления. А Бог, действительно, есть любовь. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И поэтому с превеликим удовольствием перечитываю Иоанна, его вот эти вот удивительные высказывания о Боге, как о любви. Анастасия, здравствуйте, Анастасия, пишет, да, здравствуйте, да, слава Богу, Анастасия, воскресенье, значит, это имя, воскресенье, очень красивое имя. У нас старшую дочь, так вот мы назвали, Анастасия, воскресенье. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Тамара, добрый вечер, возлюбленные Господом, да, добрый вечер, сестры, дорогие, братья, все, кто сейчас онлайн, всех благоставляю вас, возлюбленные дети Божьи. Благоставляю, благоставляю. Спасибо тебе, Господь, за все, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. И все дышащее хвалит Бога, проставляет Господа. Я дышу, я прославляю Бога. Каждым дыханием моим прославляю Бога. Он дает жизнь. Он дал жизнь, дыхание и все. И мы живем, и движемся, и существуем. Слава святому Богу. О, Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, Как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как велика Твоя милость к нам. Аллилуйя, 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 да. Брат Николай тоже приветствую, да, шалом. Добрый вечер, да. Аллилуйя. Все, братья и сестры, будьте благостовенны. И все, кто потом в записи будут смотреть, тоже благоставляю вас. Не только кто онлайн. Каждый раз благоставляю тех, кто потом в записи смотрит. Потому что смотрю, да, действительно, судя по потом уже сообщениям, многие смотрят разных церквей верующих, разных конфессий, разных динаминаций. Рушатся всякие стереотипы, всякие предубеждения, всякие фобии, всякие эти комплексы религиозные. Рушатся в эти последние времена. Очень активно рушатся. Слава Богу Святому. Дух Святой через интернет очень сильно, мощно рушит все эти барьеры, все эти фобии, все эти предубеждения, все это сектантское мышление рушится просто. Аллилуйя. Таня пишет, с добрым вечером, да, с добрым вечером, аллилуйя. Коля пишет, аминь, 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 да. И вот эти сектантские предубеждения друг против друга верующих, предубеждения в том, что, или всякие суеверия, что вот, мол, у нас, у нас лучше, у нас собрание более чище, вероучительно, у нас более духовно, у нас наставники, у нас там старейшины, у нас там священники, пастыри, более духовные, более помазанные, все это чушь на постном масле вообще. Яйца выеденного не стоит, куром на смех все такие разговорчики, знаете ли. Но, слава Богу, что в последние времена, все больше и больше, в последние годы рушатся все эти суеверия, все эти предубеждения. Как шелуха осыпается с тела Христова, как короста всякое осыпается с тела Господнего. Благодарю Бога живого за это. Аминь. И я везде свидетельствовал об этом, и свидетельствую сейчас, и в этих эфирах часто об этом я упоминаю, что до 96-го года я тоже болел этим духовным недугом. Особенно я начал этим заболевать, конечно, еще начав служение в православии, в традиционном православии. Это сейчас я как реформатор тружусь, как обновленец, а тогда, уже в далеком, да, в 87-м, в 88-м годах, начинал свое служение, как традиционный церковнослужитель. Читал, пел на клиросе, и подиаконствовал, и мне это очень нравилось служение, и понемногу я отравился. Знаете ли, яды бывают вот такого действия прямо сразу, раз, бац, и отравился человек, и все, и да, привет родителям. Но, знаете ли, а бывают яды, которые постепенно действуют, да, не сразу отравится человек. Сердцем чувствую, Тамара пишет, что люблю Господа, но до конца не могу понять Его безусловной любви. Вы знаете, Тамара, сестра родная, действительно, все мы живущие на земле, просто смиритесь с тем, что до конца это непонятно, просто смиритесь с тем, что, живя здесь на земле, мы пока живем в теле в этом, в этой хижине земной, эта хижина наша, да, мы устранены от Господа, и как гадательно, через тусклое стекло можем лишь видеть сейчас, тогда же лицом к лицу, и я с этим смиряюсь каждый раз, потому что, действительно, я вспоминаю то, что было тогда, еще как в неполно 13 лет, еще подростком пережил вот эту благодать, эту встречу с ним, и знаете ли, и так тосковал потом, вернувшись уже снова на землю, да, вернувшись в тело, в этой хижине снова пребывая, я так тосковал по нему, я был готов все, что угодно, все отдать, лишь бы хотя бы секундочку ему в глаза снова посмотреть, хотя бы секундочку снова, и плакал, каждый вечер просто, ревел, просто ревел, ревел, надо же было так реветь, я не думал раньше, что столько слез, может быть, у человека вообще в жизни, потому что я плакал так, что и засыпал, плакал, плакал, утыкался в подушку, плакал, тоскую по нему очень сильно, хотел снова ему в глаза посмотреть, хотя бы секундочку, думаю, вот, и так плакал, и засыпал, когда просыпался, подушка была мокрой, не от пота, а вот именно от слез, я потом удивлялся, ну, прятал, значит, чтобы куда-то там, или в батарее, или куда-то, чтобы просушить как-то, вот, думаю, надо же, ну, я не думал, что столько слез бывает в человеке вообще, вот, и все это каждый вечер продолжалось, пока Бог не утешил уже тогда уже, и не научил меня с Ним разговаривать, не выходя из тела, не умирая, без эксцессов, без вот этих переживаний, таких вот этих страшных, смерти, а что можно разговаривать с Ним, вот просто, как вот, не видя его, не видя, это, конечно, чудно было для меня, сейчас-то это все, конечно, понятно, я знаю, что такое молитва, да, тогда я и слова такого-то не знал, но я во сне научился разговаривать с Ним, не выходя из тела, не умирая, без такого эксцесса, такого, без стресса этого, вот, и сейчас я понимаю, да, что мы устранены от Него, и что я устранен от Него, в этой хижине находясь, я не вижу Его, и, знаете, иногда это будет очень тяжело, конечно, иногда просто, вот действительно, я понимаю, что это как, это ненормальная ситуация, ненормальная, совершенно ненормальная ситуация, Что человек не видит Бога Совершенно ненормальная ситуация, что человек вот вне Бога Но это продолжается уже почти 6 тысячелетий Начиная с нашего пра-пра-пра-пра, пра-отца нашего Адама И пра-пра-пра-пра, много раз пра-пра матери нашей Евы Да, когда они в этих одеждах оказались, кожаных этих, да И устранены от Господа были Вот, и прожили на земле тысячи лет почти И он, и она, наши пра-родители Пра-батюшку и пра-матушка наши, да Прожили долгую жизнь, вот И, но, эмпрессию сохранили, да Вспоминали наверняка, конечно же, каждый раз Особенно, нибудь, по вечерам, где-то там на террасочке Чайку попивая Вот, каково же было в раю Вот, надо же, как мы вот облажались, да Надо же, как мы опозорились Ну, как бы то ни было, друзья Мы сегодня ходим не видением, а верою Учимся Я учусь этому, учусь непрестанно Каждый день Хотя хочется видеть, действительно Хочется, да, разрешиться и быть с Господом Хочется Но я знаю, что, действительно Мы учимся здесь на земле И я учусь здесь, живя на земле Ходить верою Ольга пишет Добрый вечер, скажите у сестры в Господе Сын 22 года, 2 дня повесился Неужели он пошел в ад, в детстве Ходил в церковь Вот, кто вам такой, она говорила Шалом, Берута пишет Шалом, Амилуя Шалом Сестра Ольга Не верьте вот тем религиозным, всевозможным людям Которые вот вам такие вещи говорят Кто-то в ад пошел, кто-то в рай Там, кто-то еще куда Ольга пишет Добрый вечер, дорогие друзья Шалом всем И не только Ольге, вот той, выше, написавшей по поводу самоубийцы Передайте, вот той сестре, что человек нет большого ума Судит живых или мертвых Вот, нам Бог не дал права никакого судить Ни живых, ни мертвых, знаете ли, друзья Вот, и Кто пошел в ад, кто в рай Вообще-то Настолько, знаете, человек на место Бога Пытается Вот, посадить себя И решать уже за Бога Кто куда пошел Я скажу одно, что человек ничего не знает вообще Человек Живя здесь на земле, ничего не знает Конечно, Бог может показывать некоторые вещи Бог может открывать некоторые вещи Безусловно, согласен, да И много таких случаев я знаю, но Не должны ни в коем разе отчаиваться Ни в коем разе не должны решать Кто куда пошел Ни в коем разе Взираем на Господа А ту сестру, которой сын там Вот, самоубийством совершил Жизнь свою завершил Печально, конечно Господь утешит эту сестру И всех, у кого Родственники, знакомые, друзья Вот, таким образом, да Пострадали, вот И ушли из жизни Господь утеших Утеших, пожалуйста Во имя Иисуса Христа Посоветуй Ольга, вот, которая Выше написала По поводу самоубийцы Посоветуйте Вот этой сестре Матери этого, да Человека Самоубийцы Посмотреть Фильм Лютер Немецкий Да, немцы снимали же Фильм Лютер Вот этот Несколько лет назад вышел Недавно вышел Фильм Лютер Посмотрите Пускай она посмотрит Фильм этот Очень, кстати, там Снимали Лютеране Как бы, да Там Ну, задействованы Лютеране, да Сами, собственно Но сняли потрясающе Очень сильно И там как раз Эпизод По поводу самоубийцы Вот И Как Лютер Воспротивился Восстал Против этого Мракобесия Знаете ли Что вот нельзя На кладбище хоронить Его, за кладбищем Надо хоронить Его Как вот Закопать где-то там И вообще Как люди судили Как люди жили В этих страхах Всяких В этих фобиях Всяких религиозных И слава Богу Там очень было Хорошо в фильме показано Как Лютер Просто воспротив Он протестал Противостал Он стал протестовать Против этих вещей Вот настоящий протестант Будем так говорить Да, вот в чем Настоящий протестантизм Протестовать Против всякого Беззакония Всяких дел тьмы Аллилуйя Слава тебе Господь Слава Слава, слава Святому Богу Слава, слава Я тоже помню Там были случаи такие Еще пацаном был Еще в училище Учился Художественном Там девчонка у нас Одна Самоубийством Закончила жизнь В какой был год Там еще В 83-й Что ли Был год еще Да, по-моему В 83-й Был год еще Или 84-й Был год уже Ну где-то так Вот как раз Где-то 83-й Или 84-й Год был еще И значит Одна девушка У нас там Одна жизнь Покончила с собой Тоже значит там Короче там С ней парень один гулял Вот значит И она забеременела Вот И Ну узнали Что она беременна все Значит узнали там И в училище И там И в другом училище Узнали Вот что она забеременела Вот значит Уже там Она пряталась Значит А потом уже там Животик стал расти Уже Вот там Родители в шоке Были Значит там Значит там И А парень Вообще По-свински поступил Значит значит Вообще Короче С ней уже И не здоровался И все Короче раз Короче Ее Отфутболил Вот И девчонка Короче Она не знаю Вот От отчаяния Там На крышу Залезла там Пятиэтажка У нас там И короче Сбросилась Прямо на асфальт Ну и в дребезге Короче И сама погибла Значит там Конечно Да вот значит Жалко Вот И Знаете Там Потом многие Разговоры были Вот Ну погибла Девчонка зря Вот значит Жалко конечно Да Вот значит И Знаете От такого отчаяния Никто не подержал Ее Как вот выяснилось Значит да Родители все Воспротивились Проклинали ее Значит ее Вот И вот Она вот таким образом Поступила Вот А сколько так людей Погибает вообще В мире Вообще Сколько погибает Не знаю любви Но Христос я знаю Иисус Христос Как раз Ребятам потом Пацанам этим всем говорил Что Вот Об Иисусе Христе Рассказывал И говорил Что Христос взял на себя Эту боль Всю эту боль На себя взял И сегодня Я в этом еще больше убежден Чем тогда Еще больше убежден в том Что действительно Христос взял на себя Нашу всю боль Тогда конечно Там пацаны Многие там Они говорили Что ты вообще Сережа Глупости всякие Рожнов Мизенко Там другие пацаны Эти вот С кем учился Тогда Вот В группе Вот Они все там Не соглашались Кто-то соглашался Кто-то слушал Да Кто-то не соглашался Вот Но Сегодня спустя Все эти годы Многие уже Тогда был еще В 83-й В 84-й год Где-то так вот Где-то как раз Вот И Я очень переживал Тоже значит И рассказывал Ребятам как раз Про Божью любовь Я понял Что нужно говорить Людям Про эту Божью любовь Потому что Столько боли вокруг Столько Разочарований Всяких Вот И люди Скрывают Не показывают Все это значит Таят А потом значит Даже убивают себя И знаете Фу Да Как здесь В Киеве тоже Мы жили на Харьковском Тогда Возле метро Харьковской Жили И ночью там Позвонила одна женщина Значит И говорила Что хочет Значит А Позвонила Чтобы Кто-то дал ей Просто визитку Не визитку Тогда Ну Газета Газета Вот я публиковал газету Тогда точно Газету И значит И там был телефон Мой Как священника Как реформатора Православного И она позвонила По этому номеру Ночью И она не говорила Что хочет Самоубийством завершить Она просто говорила Что Вы же священнослужитель Я говорю Да Я не понял Дело за полночь Где-то там Час-два Там ночи Звонок такой вдруг Ну ладно Значит А я давал телефон Как раз наш там Домашний телефон Вот значит И где мы снимали квартиру И значит И Ну ладно Она говорит Вы не могли бы мне Ну Отпустить грехи Как бы Вот Я говорю Прям по телефону Так вот Она говорит Ну да Я говорю Ну может Сестра Еще и служитель Детского служения Была Вот пусть Господь благоставит ее И пусть Вот В служении Тоже восстановит ее Даст ей сердце Вот она потеряла сына Пусть она Сейчас Многих сыновей Дочерей Вот Детей воспитывает Как вот сыновей Дочерей свои Благоставляет Пусть будет благоставением И может Что-то Она считает Обычно Родители В этот момент Считают Что что-то Не додали Детям своим Пусть она Додаст Вот тем детям Кому она Сейчас может Дать эту любовь Свою Божью Любовь Через нее И вот И та женщина Короче Она так не признавалась Она все Вокруг да около Вот Помолите за меня Сейчас Я говорю Да ладно Давайте завтра Встретимся Пообщаемся Она потом Плакать начала Думаю Что такое А потом она призналась Короче Что она уже Там на балконе Фактически И хочет Сейчас Ну спрыгнуть Короче Думаю Ничего же Короче Там Часа два Там три Наверное С ней побеседовал Я там долго В конце концов Она согласилась Значит Не бросаться Значит Там И Взял такси Короче Поехал к ней туда Добрый вечер Вы как считаете Спасение Только в православии Или нет Спасение только в Боге В православии Нет спасения Ни в религии Нет спасения Ни в протестантизме Ни в католицизме Ни в исламе Ни в водоизме Ни в чем нет спасения Только в Боге Спасение Религия Это все лишь Формы Религия Это формы А Бог Это само содержание В Боге спасения только лишь, вот, я об этом как раз рассказываю часто, и вот, значит, и приехал туда, значит, на квартиру там, значит, и да, вот тоже молился за эту женщину и благоставлял ее, вот, значит, и знаете, много таких примеров, за свое служение священнослужителям, уже получается, да, достаточно долго служу священником, уже 33 года уже, да, в церковном служении, именно в православном таком служении, вот, ну, десятки, десятки случаев, когда, значит, просто останавливались люди, вот, и я благодарю Богу, что послужил людям, там, сотням людей, послужил самоубийцам, которые не убили себя, слава Богу, десятки людей остались жить, значит, и, значит, и они, вот, насколько я знаю, вот, да, вот, там живы-живы служат, даже служат Богу некоторые из них, слава Богу сегодня, вот, и действительно Бог взял на себя наши немощи, сам Христос Иисус взял на себя наши немощи и болезни, и Он взял на себя все страдания нашего мира, и никто не благ, как Он, действительно, Бог наш, никто не благ, как Он, Он есть любовь, и нет в Нем никакой нелюбви, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, абсолютно, друзья, абсолютно, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все, спасибо, спасибо, и Он действительно взял на Себя наши немощи, понес наши болезни, и ранами Его мы исцелились, все раны, не только про физические раны идет речь идет, нет, идет речь о всех ранах, о ранах душевных, духовных ранах этих, внутренних, сердечных ранах, Господь взял на Себя все это, все это отчаяние, все это безумие этого мира, все это безбожие этого мира, все взял на Себя, и поэтому, действительно, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, потому что в Иисусе Христе спасение, ни в православии, ни в какой другой религии нету, а в самом Иисусе Христе спасение, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, просто-напросто нет, потому что Он один за всех, и всем, и поэтому за одного, спасибо за ответ, меня часто говорят, что в православии преемственность через рукоположение апостолов, как можно объяснять это людям, я тоже держался такого суеверия, Коля пишет, аминь, я держался таких суеверий, и есть здесь, на Ютубе, мои объяснения, послушайте семинары, истории христианства, Сергей Журавлев, истории христианской церкви, я там подробно рассказываю об этом, или же апостольская преемственность, или же, там еще как, о религиозном оккультизме, свобода от религиозного оккультизма, называйте еще семинары, здесь тоже на Ютубе, архиепископ Сергей Журавлев, послушайте, пожалуйста, там я подробно рассказываю, что это лжеучение, оно не имеет ничего общего с церковью, вообще ни с православием, ни с христианством, по поводу так называемой апостольской правопреемственности, вообще так называемой, это суеверие, которое еще в шестом столетии стало учением церковным, но на самом деле оно не имеет ничего общего с христианством, это противное учение Слову Божьему, противно здравому смыслу, истории христианства очень тоже подробно разоблачает, исторические такие учения есть, разоблачающие это лжеучение, вот, у нас есть преемственность одна, духовная преемственность, в духе апостолов, в духе святом, действительно, преемственность, в благодатное, благодатное правопреемственность, кстати, Римская церковь, Католическая церковь, наши западные братья, да, они тоже в таких же лжеучениях, как и у нас в православии, к сожалению, но у них стало там реформироваться это учение, и они стали учить не только об исторической правопреемственности, но и о благодатный маркетинговый ход, чтобы православцы в ходили, я так понял это, ну, не совсем так, конечно, сейчас это может выглядеть и таким образом, а в древности это было связано с инквизицией, которая в православии была более жесткой, чем даже в католической церкви западной, вот, и со времен Юстиниана просто-напросто убивали тех, что не верили в эти учения, церковь попала в западню государства, кстати, сегодня в традиционном православии отмечают память этих антихристов, Константина и Елены, так называемых равноапостольных, которые вот как раз открыли ящик Пандоры этот, еще в четвертом столетии, стояв у истоков, значит, смешания христианства с язычеством, с этим мракобесием, вот, и это ужасно, конечно, но Константин и Елена не лишь начали этот процесс, а вот при истине Ани в шестом столетии это все, конечно, обрело такие вульгарнейшие формы просто-напросто смешания, цезарепопизм так называемый, цезарепопизм, цезарепопизм это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью, а церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего, вот, вот такая система, благодаря цезарепопизму, вот, церковь как блудница, она стала формироваться очень довольно активно, в раннем средневековье еще, вот, и потом пошло-поехало, знаете, лиха беда начала, все ереси, так называемые, там, лжеучения, они, в принципе, через цезарепопизм-то и появились, не то что появились, а внедрены были в церковь, будем так говорить, узаконены в церкви, благодаря цезарепопизму, но подробнее об этом рассказываю в семинарах по истории христианства, поэтому посмотрите, я думаю, что это будет полезно, хочу записать новый семинар, уже современный, уже новый семинар, потому что те записи уже старые и много материала нового уже есть, который, ну, догоняет, будем так говорить, уже, значит, уже и кое-что объясняет, даже рассказывает, интересно очень даже, я думаю, что запишу, но уже, наверное, не здесь, не в Киеве, не знаю, потому что, хотя в часовне можно съездить, в принципе, почему бы нет, вот, на Вереснева, там, здесь, в Киеве, да, я слышу, что говорили, императ Константин принял язычество при смерти, а в истории читал наоборот, а, христианство принял перед смертью, но вообще он не принял перед смертью даже, потому что его крестили уже, получается, после смерти объявили христианином, а до самой смерти он так и не принял христианство, последний раз, есть такая версия, да, что якобы он принял христианство перед смертью, На самом деле он не принимал официально, документально, это не подтверждается абсолютно. Наоборот, документы говорят о прямо обратном как раз. Он тяжело болел и за 3 дня или 4 дня до смерти он пришел в себя последний раз и последние его воли и изъявления ожидали. Были епископы, арианские епископы возле адра умирающего императора и они надеялись, что император соизволит все-таки совершить крещение, принять христианство официально. Но они были жестоко обмануты, потому что император так и не решился на крещение, на принятие христианства. Наоборот, последние воли и изъявления официально, документально записаны были писцами, летописцами. Он продиктовал следующее, чтобы в его присутствии принесли жертвы языческим божествам, вот этим идолам всевозможным в капище, вот Зевсу и прочим этим всем божествам. И что было сделано? Нитре и прочим божествам. Но боги молчали язычески и император так и умер. Но после смерти его объявили богом, очередным богом Рима, гений императора поклонялись в то время. А христианские, вот эти арианские именно епископы объявили его христианином после смерти, совершая крещение после смерти, крестящиеся для мертвых. У них был обряд служения у арианских священнослужителей, который ныне известен, допустим, у мормонов в Юте, в США, обряд крещения для мертвых. Но этот обряд, он во всех остальных течениях христианства, он неизвестен абсолютно, это языческая традиция, ничего общего с христианством не имеющая так же. Поэтому Константина называть христианином, это, ну, он такой же христианин, как я балерина, допустим, не знаю, Майя Плесецкая. Представьте, вот видите меня, 100 килограмм, Майя Плесецкая, представьте себе, да? Вот, вот то же самое, из Константина такой же христианин, как из меня Майя Плесецкая, абсолютно, да, только в еще большей степени. Вот, это не христианин, это антихрист, значит, который действительно закабалил церковь, да, использовал христианство в своих политических целях, согласен, значит, но ничего общего с христианством не имеет он, абсолютно, абсолютно. И его мама тем более, мама его Елена тем более, это два сапога пара. Хотя Константин, в принципе, лет на 10 пережил свою маму, как раз, да, но он так и умер язычником. Хотя мама его официально принимала христианство, но опять-таки у сектантов таких, знаете ли, была крещена. Ее обличали, она жила в блуде, значит, и она не хотела с грехом прощаться, поэтому, как бы, значит, довольна, такая судьба у нее такая была, такая. И Константина и Елена, сегодня отмечаемые в традиционном православии, они, что сделали негодного самого, они начали процесс смешания христианства с язычеством. Вот сама традиция, вот это вот обнаружение якобы креста, на котором распяли Иисуса Христа и прочих там элементов ритуального христианства, это все связано как раз с именем Константина и Елена. Больше даже с именем Елена, даже, потому что именно Елена организовала археологическую экспедицию туда, в Палестину, в Израиль. Ладно, то есть сейчас я начну уже историю христианства рассказывать. Это уже история церкви, это другая тема совсем, сегодня у нас другая тема, у нас сегодня вечерняя молитва и любовь Бога. А все ереси, что Константина и Елена ереси и все остальных еретиков, да, шалом, сервис, шалом, и братья и сестры, всем добрый вечер, Иночка, шалом, 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 любимая, шалом. Смысл всех ересей в чем? Чтобы отвлечь людей от Господа, чтобы отвлечь людей от Искупителя Господа нашего, вот в чем дело. Поэтому, но наша задача, наоборот, от всех ересей, как выйти, взирая на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Сегодня даже из истории христианства пришлось что-то рассказать. Спасибо тебе, Господь, за все. Спасибо за добрый вечер. Спасибо, спасибо. Несмотря на всевозможные ереси, Господь, Ты по-прежнему любишь всех нас. Ты любишь каждого из нас. И Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. И из Нового Завета читаю из 1 послания Иоанна, 4 глава, 16 стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Познали любовь, да, и уверовали в эту любовь. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. И если смущается, сгущается тьма надо мной. Кстати, здесь облака сгущаются, прям вот представляю прям. Да. И если сгущается тьма надо мной, и в страхе сжимается сердце мое, к Тебе одному, Господь, я взываю. Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Вся моя жизнь, Господь, пред Тобою, Твоими путями я буду ходить. На слово Твое, Господь, уповаю, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Слава Тебе, Господь, слава, слава, Ты отвечаешь мне, и я пою Тебе. Да, Господь, Ты Бог великий, Ты есть любовь, Ты благой, и никто не благ, как Ты, Бог наш. Аллилуйя. Ибо так Ты возлюбил мир, что отдал самого Себя за нас, кровушку Свою пролил, сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Отдал на Голгофу, на крест, агнца Своего, нашего Спасителя и Господа. Славим Тебя, славим, 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 славим. Аллилуйя. Ты есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Аминь, аминь, аминь. Друзья, и сегодня совершим причастие, давайте тоже, хлебопреломление тела и крови Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. У меня приготовлено уже, налейте себе виноградного сока, возьмите себе хлебушка. Если нет сока, не беда, налейте просто воды и возьмите хлебушка, какого у вас есть, хоть даже там ржанового, какого пшеничного, возьмите хлебушка кусочек и помолитесь, поблагодарите Бога за все, поблагодарите Господа за мир, за любовь Его, за ту благодать, за то, что Он возлюбил тебя, меня, каждого из нас в отдельности и всех нас вместе возлюбил. И отдал самого себя, кровушку свою пролил, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! И я имею жизнь вечную, скажите это, возьмите хлебушек, да, у меня уже тоже приготовлено, сейчас я тоже приступлю к причастию, можете уже приступать заранее, можете со мной вместе принять причастие. Самое главное, с веры в Господа Иисуса Христа. И скажите Ему, что вы любите Его, скажите, Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Спаситель, навсегда, навсегда. Я Твой, а Ты мой навеки. Аллилуйя! Иисус Христос, Ты в моем сердце, Ты Господь мой, Ты Спас мой. Аллилуйя! И никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Аминь! Аллилуйя! О Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Аллилуйя! Да, кто-то верит, что буквально превращается, все это превращается, превращается в тело и кровь Иисуса Христа. Слава Богу, если кто-то так верит. Кто-то не верит. Я верю в символизм происходящего. Но, с другой стороны, я понимаю, что это иного измерения чуда. Христос во мне. Как? Как? Я знаю, это таинство, это великая тайна. Христос в нас, упование славы, славы, Божьей славы, это самая великая тайна во Вселенной. Как Бог и человек, казалось бы, несмешаемый, творение и творец, художник и его картина, как они могут быть одним целым? Это невозможно. Это невозможно, скажут все люди. Это невозможно, скажут все ангелы. И все мы будем правы, и ангелы, и люди. Но Бог скажет иначе. Это возможно, это есть. Невозможное человеком, невозможное ангелам, невозможное творению, возможно, творцу. То, что невозможно картине, возможно художнику. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава, слава, слава. Благословен Господь. Аминь. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как ты благ, как велика Твоя милость к нам. Пусть миллионы душ сегодня, отчаявшихся душ, миллионы обманутых многовековой религиозной ложной пропаганды душ. Пусть миллионы людей, погибающих в грехах, в проклятиях беззакониях, сегодня услышат благую весть о Христе Иисусе. Благую, хорошую, добрую весть о спасении через веру в Иисуса Христа. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава, слава. Слава, 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 слава. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Слава, слава, слава Тебе, святой. Слава, слава, великий Бог наш. Господь, поклоняемся Тебе, прославляем Тебя за Твою великую любовь. Слава Тебе. Аминь. Аминь, друзья. Бог есть любовь, и нет в Нем никакой ни любви. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Слава, слава, слава. Благослови народ свой миром сегодня, сейчас, этим вечером, совершая хлебопреломление. Ну, у нас здесь в Киеве вечер сейчас, где-то день, деньской, где-то уже ночь глубокая, где-то уже утречко. Ранее земля-то большая, Бог нам дал, слава Богу, большую, огромную землю, да, есть где разгуляться. Страны, континенты, материки, да, действительно, да. О, удивительно, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо за землю, спасибо, да, нас теперь миллиарды на этой земле, и каждого из нас Ты обожаешь просто, каждого из нас Ты любишь сегодня, обнимаешь, целуешь. Каждого из нас, мы все дети Твои, да, сыновья Адамовы, дочери Евы, да, мы все Твои дети, Господь, спасибо Тебе, Господь Святой, спасибо за Твою великую любовь. Благослови всех нас, каждого из нас, и Твоя любовь святая изливается в наши сердца Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Слава Тебе. Принимаю причастие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, потому что Бог во Христе примирил Собою весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. И великое таинство примирения тела и кровь Господа Спасителя нашего Иисуса Христа, Агнца Божьего. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь наш, благословен Бог наш, любимый, благословен Ты, возлюбленный, прекрасный. И никто не прекрасен, как Ты, Бог наш. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Святой, спасибо. Тело Христа, аминь. Кровь Иисуса Христа, аминь. Пейте, ешьте, друзья. Наслаждайтесь Господом. Христос в нас упование. Славы Божьей славы. Аминь. 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 Аминь, аминь. Аминь. Спасибо. Спасибо Иисусу. Аминь. Аминь. Кровью Иисуса Христа, телом ломимом моего Спасителя, я спасен навсегда, навсегда, навсегда. Благодарю Тебя, Господь, благодарю. Исцелен, благословлен всеми Твоими благословениями в небесах. Господь, спасибо Тебе. Спасибо. Аминь. Аминь, аминь. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. О, Господь, как велика Твоя милость к нам. Спасибо Тебе, Господь, за все, спасибо от всего сердца, спасибо, благодарю Тебя, благодарю за жизнь вечную, дар Твой во Христе Иисусе Господе нашем, за спасение наше. Нет религии, нет религии, нет православия, нет протестантизма, нет католицизма, нет прочих всяких измов, нет. От Тебя живой Бог, да, спасение, от Тебя дар Твой свыше от Бога. Для всего истрадавшегося человечества дар жизни вечной, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Аминь, аминь, аминь. О, спасибо, 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 спасибо. Мой Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Мой Господь, как Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Бог Господь, как Ты благ Слава Тебе, слава, слава Друзья, братья, сестры Поздравляю всех с причастием Пречисто христовых тайн Тела крови Иисуса Христа Нашего Спаса, возлюбленного Господа Прославьте Господа Прославляйте, пойте Ему Восклицайте Ему Молитесь, молитесь в духе и в истине Прославляйте Его от всего сердца Сейчас время как раз Давайте, я буду завершать эфир уже Но молитва Какое-то время один на один с Господом Каждый сейчас, помолись, поблагодари Его за все Скажи Ему спасибо от всего сердца От всей души, скажи Ему огромное спасибо Вырази, своими словами Вырази, в простоте евангельской Вырази Ему свою любовь Выскажи Ему все Как Ты Его любишь Выскажи Ему, это душа родная Слава Тебе, Господь Слава Тебе Аминь И благоставляю всех на сон грядущий тоже Потому что у нас в Киеве сейчас вечер уже Впереди ночь Ну а те, кто У кого утро сейчас Пусть Бог благословит в течение дня этого Предстоящего У кого ночь Ну уже ночь, уже У кого день День Тоже с разных стран смотрят люди Вот подключаются И знаете Но самое главное не это А самое главное пусть всегда И днем и ночью Милость Божья Любовь Божья Нас ведет за собой Увлекает нас Даже когда наши Эти одежды кожаные Спят Когда мы спим физически Да? Телом своим Почиваем, отдыхаем Перезагрузка происходит Наш дух свободен Бог ведет Влечет своим духом святым Нас Показывает Рассказывает Нам объясняет Коля пишет Спасибо Аллилуйя Благоставляю вас Дети Божьи Возлюбленные Дети Бога Благоставляю вас От имени нашего Возлюбленного Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призовит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Ооо Спасибо Спасибо Ооо Аллилуйя Ооо Иисуса Христа Как велика Как велика Твоя милость К нам Как велика Твоя милость К нам Как велика Твоя милость Рахем Рахем Милость 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 Аллилуйя Рахэн, 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 Аллилуйя. Над землею всей милость Твоя, Над моею судьбой милость Божья вовек. Над страной, над всем миром милость Твоя, Милость, 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 Рахэн, Рахэн, Рахэн. Слава Тебе, Господь, слава, слава, слава. Благоставляю Вас, дети Божьи, обнимаю, целую всех во имя Господа Иисуса Христа. В шесть утра по киевскому времени подключайтесь в продолжение. Как сказано в Слове Божьем, был вечер и будет утро. День следующий. Слава Тебе, Господь, спасибо. Да, уже темнеет, уже завершается день и начинается новый уже день, да, библейского календаря. Аллилуйя. О, Господь, как Ты благ, как же Ты благ, как велика Твоя милость к нам. Божьи.